Около 80 миллионов рублей потратят на благоустройство Вишняковского сквера в Краснодаре. Какой станет зеленая зона после реконструкции, рассказали губернатору края Вениамину Кондратьеву. Вместе с главой региона в рабочий объезд отправился и мэр Краснодара Евгений Первышев. Им показали проект, по которому будут вести работы. Напомню, он был разработан по поручению губернатора. Сквер планируют разделить на несколько зон. В центре решили оставить памятник Ленину, его отреставрируют. Кстати, это первый монумент на Кубани, установленный вождю пролетариата. Вдоль аллеи сделают скамейки в виде качелей, рядом организуют детские площадки и обустроят клумбы. В общей сложности это более полутора гектаров зеленой зоны. Однако площадь сквера могут сделать еще больше. 7,5 тысяч квадратных метров территории огорожено забором. Эта земля была передана под строительство гостиницы. Сейчас ведутся судебные разбирательства, чтобы вернуть прилегающий участок в границы Вишняковского сквера. Даже самые большие покровители никому не позволят в парках города Краснодара строить гостиницу. И этот забор, я надеюсь, что как минимум осенью все равно он будет снесен. Давайте то, что осталось, зеленого, сохраним для города или гаража. Сдать первую очередь сквера планируют уже до конца этого года. В ходе рабочего объезда по Краснодару Пениамин Кондратьев поручил разработать проект реконструкции площади перед зданием цирка. Благоустройством этой территории со стороны улицы Калинина не занимались несколько лет. Реконструкцию цирка без реконструкции площади рассматривать невозможно, нельзя. Если делать, то делать в комплексе. А украшением, по большому счету, конечно, вот этого места должны быть где-то и фонтаны, красивые такие архитектурные решения, чтобы граждане здесь отдыхали. Прежде всего, по мнению губернатора, необходимо убрать старые торговые павильоны. Ими занята часть улицы. Взамен предпринимателям выделят другие площадки. Но главное – не допускать больше строительства высоток в центре, отметил Вениамин Кондратьев. И обратил внимание городских чиновников на спальный жилой комплекс, на фоне которого теперь стоит Краснодарский цирк. Больше в историческом центре ничего не будет строиться. Вот это страшное кирпичное, что подымается, это уже все, мы там завершаем. Да, больше такого не повторится. То есть никаких разрешений в историческом центре. Коллеги, те ошибки, которые сегодня, к сожалению, мы устраняем, но устранить мы вряд ли сможем. Главное, чтобы заново мы такое не повторили. Вот эти вот украшения, кирпичные, страшные, притом абсолютно непонятно какой архитектурной формы, не являются украшением Краснодара. Я это смело говорю, в том числе и тем застройщикам, которые это строят. Здесь уже урвали, иначе не скажешь, место в центре города. Но будьте добры, сделайте такие строения, такие архитектурные формы, которые на самом деле бы сделали центр еще более красивым, еще более привлекательным. 2017 год на дворе, а мы все еще из красного страшного кирпича строим вот эти вот непонятные какие-то прямоугольники. Также во время объезда глава региона посетил участок, который выделили под строительство цветочного рынка в районе улиц Мира и Комунаров. Благоустройство торгового ряда станет возможным после переноса старого киоска, который стоит на этой территории. По этому вопросу сейчас идут судебные разбирательства. Продолжение следует...